Молния Многие говорят, что молния не может дважды ударить в одно и то же место. Невольным опровержением этой формулы стал американец Рой Салливан, в которого молния попадала не дважды, а целых семь раз. Рой много лет работал лесничим смотрителем в национальном парке Шенандоа, штат Вирджиния, а коллеги прозвали Салливана «Человек-громотвод». Первый разряд настигруя в далеком 1942 году, когда он находился на пожарной башне. Молния попала в ногу, при этом оторвав ноготь большого пальца. По словам лесничего, это был самый болезненный случай. Вторая встреча произошла лишь в 1969 году, во время поездки по горной дороге. Молния попала в дерево и рикошетом влетела в открытое окно автомобиля. Салливан потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что остался без бровей, ресниц и большого числа волос на голове. Через год, находясь во дворе собственного дома, Рой увидел вспышку, а затем ощутил резкую боль. Третий удар пришелся на левое плечо, куда попал отраженный от трансформатора заряд. Четвертое свидание с молнией состоялось около здания лесничества. Тогда вновь сгорели почти все волосы, после чего уставший от электрических сюрпризов американец стал всюду возить емкость с водой. Это помогло, но лишь отчасти. Патрулируя однажды вверенные ему территории заповедника, Рой заметил, что собирается грозовая туча и скорее поехал прочь, но гроза будто преследовала его. Отъехав на приличное расстояние, лесничий решил было, что оторвался, но тут мощный электрический разряд выбросил его из автомобиля, сорвал с ног обувь и, как обычно, поджег волосы. Рой смог доползти до машины и потушить волосы предусмотрительно запасенной водой. Шестой визит молния нанесла через три года, в 1976 году. На этот раз она оставила Рою серьезную травму лодыжки. В седьмой и последний раз приключился с ним во время рыбалки. Разряд угодил в голову и прошелся по грудной клетке и животу, после чего лесничий был госпитализирован с ожогами. Рой Салливан попал в книгу рекордов Гиннесса, как человек, выживший после семи ударов молнии. К сожалению, любовь сотворила с ним то, чего не смогло добиться электричество. Рой покончил с собой выстрелом в живот в 1983 году из-за неразделенной любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова